Пользователи всего интернета, расскажите о своих вещих снах. Рассказал мне мой отец слегка странную историю. Еду я за рулем, напарник спит на пассажирском. Меня тоже начало клонить в сон, но я держался. Осталось же каких-то 40 километров по лесу ехать. Дорога пустая, никого нигде нет, никто не мешает. Но тут я вижу вдалеке полицейский стоит и машет палочкой, мол, проезжай. А за ним машина въехала в дерево, всю покорежила. Только задние двери и багажник остались целыми. Подъезжаю ближе и вижу, багажник-то мой, номера и цвет машины мои. В этот момент резко дергаю головой и понимаю, что мне это приснилось. Я заснул на скорости 90 километров в час. И спустя секунду вдоль дороги вижу то самое дерево, в которое въехал во сне. Снится мне сон под утро, что пришел наш черный кот, который умер давно. Пришел, сел, помяукал, как обычно. Просыпаюсь, спускаюсь на первый этаж по лестнице и вижу, что в коробке для другого кота сидит черный котенок. Увидел меня и начал мяукать. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Так и живет теперь у нас. Назвали угольком. Лихие девяностые. Однажды зимой мне приснился сон, что идем мы по улице с дочкой. На мне белое с серебряной аппликацией и широким ремнем платье. А на дочке красивая китайская платьица с очаровательной вышивкой. Светит солнце, жарко и дочка просит мороженого. Подошли к палатке, выбрали эскимо и пошли дальше. Вдруг солнце скрылось за черными тучами. Поднялся сильный ветер. Было похоже на то, будто собирается гроза. Стало тяжело дышать. Начался дождь и мы с дочкой побежали искать укрытие. Пока бежали, намокли, добежали до большого дерева. Встали под ним и только тут я заметила, что на платьице дочки вместо мокрых капель бурые пятна. Посмотрела на свое красивейшее платье и увидела, что у меня на груди расплывается кровавое красное пятно. Сон благополучно забылся. Полгода спустя муж поехал в командировку в Польшу и оттуда привез подарки. Дочке игрушки и красивое платье китайское с вышивкой. Мне белое платье с серебряным узором и широким поясом. Мы решили тут же, что в этих обновках в ближайшие выходные пойдем в зоопарк. Идем по улице. Дочка пожаловалась на жару и попросила мороженого. И тут меня как громом ударило. Я вспомнила свой сон до мелочей. Вспомнила, что во сне мы шли именно по этой дороге, в этой одежде. Все, все. Схватив в охапку упирающегося ребенка, я рванула в ближайший переулок и бросилась бежать. За спиной я услышала крики и звуки стрельбы. Позже, когда мы уже были дома, по телевизору показали, что на этом месте была перестрелка двух преступных группировок. Много пострадавших, но никто не погиб. На днях приснился сон, что я по лесам или джунглям искал клад. Нашел шкатулку. В ней была бумажка, на которой было написано. Сон на 2 часа. Первый раз в жизни не услышал будильник и проспал на работу почти на 2 часа. Я живу далеко от родителей и приезжаю очень редко. У меня сложная работа и всего лишь один выходной. На прошлой неделе я так устал, что, наплевав на свои цели и амбиции, пошел увольняться. Но потом все же передумал. Позже вечером звонит мне мама, спрашивает, как дела. Я объяснил ей ситуацию на работе, сказал, что очень устал. Мама посмеялась и рассказала свой вчерашний сон. Будто я приехал в родительский дом, но мама меня еще не видела, а видела только сумку мою и обувь. Тут есть звонок на телефон. Звонит женщина и говорит, вы, пожалуйста, сына не ругайте, не переживайте. Пусть он немного у вас отдохнет и снова выходит на работу. У него все получится, просто он немного устал. Вот так родители чувствуют своих детей. На днях приснилось, что подруга беременна. Наутро рассказала ей о сне. Сегодня пришли фото с двумя полосками. Спрашивает полребенка. Примерно за месяц до призыва в вооруженные силы Советского Союза, мне приснился сон, что меня уже призвали в армию. Там я спросил у кого-то, что это за войска, и он ответил, рота охраны. О таких войсках и даже такого словосочетания я никогда до этого не слышал. В тот же день на работе рассказал о сне служившем. И они объяснили, что это специализированное караульное подразделение, осуществляющее охрану объектов военной инфраструктуры. После призыва нашу команду повезли в военную часть, откуда через несколько дней должны были отправить в Германию. В Германию мне особо не хотелось. В один из дней нас построили. Вышел полковник и сказал, мол, кто не хочет служить в Германии, выйти из строя. Останетесь служить здесь, в роте охраны. Я не вышел. Мне приснился сон, может быть 6 месяцев назад. Во сне моя подруга жила в другом доме. У нее была другая мебель, другая кошка. Я точно помню, во что она была одета и о чем мы говорили. Я рассказывал ей свой сон, и вот недавно все из моего сна начало сбываться. У подруги появился новый дом, новая кошка. А когда мы встретились, она была одета в ту самую одежду и сна. И мы говорили о том же, о чем и в моем сне. В юности я проходил военную службу по призыву в рядах вооруженных сил России. Уходя, я попрощался со всеми близкими друзьями. А девушке сказал, не жди, не дождешься. Но та в слезах клялась в верности. Говорила, что годик не помеха. И дождется она. И будет у нас счастье. И однажды в казарме приснился мне сон. Во сне я прихожу домой к этой девушке, чтобы найти у нее среди книг устав внутренней службы. Я обнаружил, что у нее дома сидит мой друг и играет в какую-то игру на приставке. Я его поприветствовал. Он ответил тем же. Собравшись уходить, я обратился к другу. Идем? Он ответил, что еще посидит. Вернувшись домой после службы, я узнал, что эта самая девушка уже больше полгода встречается с моим другом. Они даже живут вместе уже. Рассказал историю, посмеялись, выпили за встречу и разошлись. Когда жена была на девятом месяце, мне приснился сон, в котором дочери было уже лет 5-6. А знакомый спрашивает, когда у дочки день рождения? Я отвечаю, не задумываясь. 25-го же. Проснулся и подумал, что бред приснился, так как по срокам жена должна рожать в конце марта. С чего я так ответил во сне? А 25-го марта уже миновало. Было начало апреля. Супруга лежала на сохранении в роддоме уже довольно давно, ожидая появления схваток. В итоге, в один прекрасный день, супруга позвонила из больницы и сказала, что кажется началось. Не звони, мол, я сама позвоню. Я посмотрел на дату, вспомнил про сон. 25-го апреля, но вот уже 26-е, а телефон молчал. Я очень устал и слегка задремал. Сквозь сон услышал звонок. Жена. Все хорошо, вес 3,5 килограмма, рост 56 сантиметров. Родилась в 23-45, вчера получается. И тут я выпал в нирвану. Оставил я свою машину на ремонт, в гаражах. Звонит мне мастер утром и встревоженным голосом сообщает, что машину угнали. Я попросил вызвать милицию. Приезжаю туда. Возле гаражей уже стоят люди в форме. Мастер пишет протокол. Один из представителей власти в разговоре со мной сразу намекнул, что мастер сам машину спрятал. Я написал заявление на угон и стал ждать. Прошло 3 или 4 дня. Звонит мастер и говорит, что, мол, машину нашел. Ему якобы приснился сон, что машина стоит на авторынке. Он туда приехал и точно там стоит. Пока я до авторынка добирался, стражи порядка изъяли у продавца все еще мой автомобиль. И уже бумаги заполняли. Оказалось, что машину на рынок пригнали два подростка. Снится мне, что выхожу из автобуса на остановку. Тут сразу же ко мне подбегает молодой человек. У меня из-под ног поднимает 100-рублевую купюру и отдает мне. Ну ладно, думаю, сон и сон. Забыла. А потом, примерно через 2 недели, выхожу на остановку возле универа. Ко мне подбегает парень, поднимает у меня из-под ног 100-рублевую купюру и протягивает мне. Я была в шоке. Мне так накануне экзамена сон приснился. Тяну я билет, а он мало того, что 13-й, так еще и тема мне неизвестна. Просыпаюсь в холодном поту, хватаю конспект, читаю все по этой теме. Отлегло от сердца, вроде бы все запомнило. Тяну билет на экзамене, 13-й. И тема та, что утром была еще раз прочитана. Я когда еще работала продавцом, мне приснился сон, что я стою спиной к окну. Но окно не на улицу выходит, а куда-то в помещение. При этом нахожусь в каком-то большом кабинете, и вокруг меня странные приборы и непонятные конструкции. Рядом со мной сидит женщина, и мы перешучиваемся. И при этом что-то делаем, для меня тогда непонятное. И заходит другая женщина, и на нас прикрикивает, чтобы ржали потише, а то мешаем. Спустя года 4, когда я устроилась на предприятие и сменила две профессии, эта ситуация произошла наяву, и на тот момент мне стало жутко. Еще пара вещах снов снилась, но только этот могу вспомнить четко. Учась в техникуме, нам военрук задал задание, расставить военные знания по возрастанию. Мы с сокурсниками обсудили это, запутались, переругались и разошлись по домам. Ну, я так подумала, у меня отец служил и все мне расскажет, и в библиотеку не пошла. Вечером, значит, спрашиваю у него, че да как? А он как начал путаться в показаниях? Я понимаю, что мне труба, и ложусь спать, думая об этом. Во сне снится мне сон, кто как расположен по званиям. Проснулась, ну, думаю, все равно вариантов у меня нет. Записала, пока помнила. Оказалось, мне приснилось все правильно. Была еще мелкой. Приснился сон, будто я в комнате метр на метр, и она заполняется водой. И голос называет меня Таней. Я отвечаю, что не Таня я. Вода почти уже на уровне подбородка. Понимаю, что сейчас утону и кричу. Хорошо, я Таня. Вода исчезает, а голос говорит мне. Спасибо, я знаю, что ты не Таня. Я Андрей, ее отец. Это был несчастный случай. Меня утопили, прости. Проснулась, всю трясет. Когда успокоилась, задумалась, кого и стань, я знаю. Крестная моя. Встретилась потом с ее мамой и стала расспрашивать про этого Андрея. Она в шоке. Тема всегда закрытая была. Они почти сразу развелись, и она про него не рассказывала никогда. Он утонул в бассейне в другой стране. Дело закрыли, посчитав несчастным случаем. Я не могла об этом знать. Даже моя мать не в курсе была. Отчество крестной не знала. Не интересовалась. Слишком мелкой была. Я знаю, что многие еще не подписались на мой телеграм-канал, который, кстати, находится в описании под видео. Я еще раз про него расскажу. Там я выкладываю интересные, смешные и жуткие истории. Короче говоря, еще больше контента с реддит. Только самое лучшее, интересное и только на русском языке. Так что в очередной раз советую подписаться. Там, кстати, спойлеры выходят. А на этом все. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подпиской на канал. Так я пойму, стоит ли мне делать для вас вторую часть. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать вечерние премьеры роликов. А вот два предыдущих видео, которые вы можете также посмотреть. Ссылка на телеграм-канал в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok